Что конкретно мы можем делать? Ну, понятно, то есть требовать от других соблюдения законодательства, это, конечно, легко, но хорошо бы, конечно, чтобы каждый из нас, по мере своей возможности, ввел хотя бы минимальную просветительскую работу, но на уровне того, что поинтересуйтесь сами этими объектами культурного наследия, их историей, почему они ценны. Расскажите другим, друзьям, родственникам, детям, или наоборот, родителям, в зависимости от возраста, об этих памятниках, чтобы они тоже знали. Они, может быть, потом расскажут тоже другим. Посещайте культурные просветительские мероприятия, которые проходят в нашем городе, у нас, ну, в городе, в крае, то есть у нас мощное экскурсионное движение, есть и платные, и бесплатные экскурсии. Вот из этого всего и складывается так называемая борьба за сохранение культурного наследия. Продолжение следует...